друзья приветствую сергей из минска прислал образцы масла neste pro плюс в 020 это вольвовский допуск c5 две баночки описание сергей прислал в электронном виде поэтому приведу его попозже значит сейчас создам эталон вернее обновлю спектр вот уже процесс на записи экрана идет такая спектрограмма у данного масла сейчас я выделю область которая показывает отсутствие наличие стеров 0 9 но это примерно от полутора до двух процентов ну так если оценивать по опыту уже скажем так далее я выбираю это масло и подкорректирую данные которые сместились в результате обновления спектра до видим значит относительно кастрола 030 здесь 94 процента присадок но практически то же самое это скажем уровень погрешности я выставляю этот уровень как сто процентов то есть 94 в данном случае равно 100 процентам убираю отрицательные значения минус одну десятую по гликолю сажи и самое главное обратите внимание на кислотное и щелочное кислотное там 163 абсолютно как бы реальная значит с учетом небольшого количества стр-ов вот и щелочное 7 и 7 примор намерил тоже очень реальная для данного допуска поэтому я их ставил оставляю неизменные эти значения ну и сохраняю можно проверять отработку это у нас джили cool ray сразу я не написал пробег потому что не было данных у меня только потом не открывалась значит описание но это видите полтора литра бензин turbo 177 сил объем масла 6 6 литров большой картер общий пробег 18000 с небольшим ну и видите остальное так смотрите по противоизносным присадкам 52 процента почему-то подрабатываются остальные параметры в норме да кстати стоит обратить внимание много сажи 6 сотых для бензина постепенно нарастает кислотное 258 но единицу практически за 216 моточасов и ну естественно снижается щелочное 46 значит сергей написал что любит он мотор покрутить динамики динамично перемещается значит видим до масло вроде как живое но давайте посмотрим еще сравнение вязкости производитель прибора указывает на то что если вязкость сильно изменена то данный не совсем корректный потому что сильное разбавление например топливом который влияет на спектр о ну здесь вообще катастрофа катастрофы я даже не довел до значит до риски стоп свежее масло видно что побоялся что выскочит отработка с линейки тут тут катастрофа здесь просто форсунки заливают катастрофически здесь срочно надо с этим разбираться да кстати отметьте видео подписывайтесь кто не подписался нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео сейчас я вам покажу ресурс но держите в уме что он может быть некорректно из-за такого сильного разжижения много топлива несущая способность масляной пленки значительно снижена это опасно особенно для двадцатки очень опасная ситуация здесь мотор может просто в один прекрасный момент показать как говорится руку дружбы значит вот такая ситуация видите да вроде как масло и крепенькая по мощи нейтрализующим свойствам но вот по вязкости это в районе 150 моточасов всего и это значит полностью заслуга автомобиля хотя вроде казалось бы свежий всего 18 тысяч 250 километров пробег но вот такая картина с форсунками видимо это или производственный какой-то дефект или особенность там я не знаю китайской аппаратуры топливный что она любит я уже сталкивался сталкивался на на генераторе китайском тоже он заливал очень прилично вот не знаю напишите кто может слышал сталкивался мне кажется у меня такая мысль что китайцы не совсем точно делают топливную то есть технологически они как бы пока не готовы конкурировать с немцами поэтому возможно не делают и дизелей потому что дизель это еще более точная и сложная топливная аппаратура а здесь в данной ситуации вот видите может быть есть какие-то европейские аналоги может форсунки поменять я не знаю как меняют же на других автомобилях поставить какие-то европейские подкорректировать карты ну как вариант я не знаю что посоветовать но в любом случае форсунки надо проверять вряд ли они загажены слишком маленький пробег вот но ситуация значит нехорошая или переходить двадцатки то что для двадцатки вот такое разжижение это вообще смерти подобное на мой взгляд вот такая ситуация сергей уже написал что может поставил машину на прикол будет с этой картиной разбираться надеюсь что у него все получится и как бы он будет долго и счастливо эксплуатировать данный автомобиль благодарю сергея за образцы всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья всем мира берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока